Какими нормативными актами устанавливаются требования по отношению к животным? Правоотношения в сфере обращения с животными регулируются федеральным законом от 2018 года об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Аналогичный закон принят в Севастополе в сентябре 2019 года. При этом к содержанию домашних и диких животных установлены различные требования. Что понимать под жестоким обращением с животным? Это обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению его здоровья, включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями. Нарушение требований к содержанию животных, установленных настоящим федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе отказ владельца от содержания животного, причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцам помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии. Кто осуществляет надзор за соблюдением законодательства в сфере обращения с животными? Региональный государственный надзор в области обращения с животными осуществляется в Севастополе севприроднадзором в части соблюдения требований к содержанию и использованию диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи, а также управлением ветеринарией города Севастополя в области обращения с животными. Какие животные считаются дикими? Дикими считаются животные, содержащиеся или используемые в условиях неволе, изъятые из среды их обитания, в том числе ввезенные на территорию Российской Федерации из других государств, потомство таких животных, в том числе их гибриды. Это могут быть и представители фауны Крымского региона, кроме видов, для которых город или сельские поселения являются естественной средой обитания – кошки, собаки, голуби, воробьи, вороны и другие. Под экзотическими животными понимают животных, несвойственных этому району. Можно ли содержать дома диких животных? Содержание в квартире диких животных, в том числе редких, допускается только на основании разрешительной документации. Если же она отсутствует, грозит административная ответственность с последующей конфискацией таких животных и возвращением их в естественную среду обитания. Каких животных держать дома нельзя? В утвержденной правительством Российской Федерации перечень запрещенных к содержанию животных включены отдельные виды присмыкающихся, земноводных, паукообразных, млекопитающих, птиц, хрящевых и костных рыб, коралловых полипов. Это ядовитые змеи, тигры, львы, леопарды и другие крупные кошачьи, способные напасть на человека, а также отдельные пернатые. Лишь в определенных случаях допускается временное содержание животных из перечня, которые были травмированы или пострадали, до их выздоровления или передачи в приюты. О чем следует знать при содержании животных дома? Домашние животные признаются собственности их владельцев, которые должны их содержать, осуществлять за ними надзор, обеспечивать надлежащий уход, соблюдать при владении требования законодательства и не нарушать права и интересы других граждан. Кроме того, на животных должны быть ветеринарные документы, ветеринарный паспорт животного с отметками о ежегодной регистрации, вакцинации против бешенства, инфекционных болезней и дегельминтизации. Можно ли использовать животных в предпринимательской деятельности? Домашних животных использовать в предпринимательской деятельности можно только в строго установленных постановлениям правительства случаях. Их можно разводить для продажи, использовать в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в области реабилитационных и социальных услуг. С 2020 года введены требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях – зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Введение деятельности по содержанию и использованию животных в этом случае подлежит лицензированию. Лицензию необходимо получить до 1 января 2022 года. После осуществление данной деятельности без лицензии не допускается. Разрешается ли держать животных в отелях, гостиницах, кафе, ресторанах с целью привлечения клиентов? С 1 января 2020 года контакт с животными подпадает под запрет. Запрещена и деятельность, предусматривающая использование животных в культурно-зрелищных целях. Основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными так называемые контактные зоопарки. Можно держать только рыбок и некоторых птиц в клетках. Куда обращаться, если стал свидетелем жестокого обращения с животным? Для того, чтобы сообщить о жестоком обращении с животными, необходимо написать заявление в полицию. Также можно обратиться с жалобой всех природнадзор, в управление ветеринарией города Севастополя и Севастопольскую межрайонную природоохранную прокуратуру на нарушение закона об ответственном отношении с животными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова